Если внимательно поизучать ветки женских форумов, то можно проследить некоторую закономерность в создании тем пользовательницами. Сперва женщины сетуют на своих мужчин и заявляют о желании расстаться с ними. На головы мужчин сыплются десятки и сотни обвинений, справедливых, не вполне справедливых и откровенно абсурдных. После просят советов, как оставить себе ребенка и побольше отсудить алиментов с его отца. Читательницы наперебой убеждают женщину в том, что, она же мать, дети должны оставаться только с матерью, а дело отца – платить алименты молча и не притязать на встречи с ребенком. В нашем постсоветском пространстве сложилась стойкая ситуация, в которой мужчина разводится не только с женой, но и со всеми своими детьми, рожденными в расторгаемом браке. Потом жалуются на то, как трудно управляться теперь с ребенком. Малыш все время спрашивает, где папа. Младший школьник откровенно скучает по отцу и начал в знак протеста плохо учиться. А подросток бойкотирует мать и вместе с тем обвиняет ее в распаде семьи. Потом какое-то время пишут о том, что встретили мужчину, обладающего множеством существенных достоинств и парочкой несущественных недостатков, делают заключение, что после развода тоже возможно семейное счастье. Наступает пауза, и возникает новая тема. У нового мужа и детей от предыдущего брака возникают нерешаемые противоречия или даже муж ненавидит этих детей, даже не скрывая своего отношения к ним. И такие темы на женских форумах далеко не редкость. Как проявляются ненависть и неприязнь к ребенку жены от первого брака. Муж или сожитель могут проявлять негативное отношение к сыну или дочери своей жены от предыдущих отношений следующим образом. Придирается к ребенку по малейшему поводу. Оскорбляет и унижает его. Высмеивает ребенка и практикует жестокие шутки над ним. Угрожает физической расправой ему самому, его брату или сестре, а также его матери. Поднимает руку на пасынка или пачерицу, не обязательно бьет, но позволяет себе встряхнуть ребенка, толкнуть его, ущипнуть, дернуть за волосы. Покушается на половую неприкосновенность. Сексуальному насилию подвергаются не только девочки, но и мальчики, поэтому мамам сыновей никогда нельзя упускать из виду вероятность подобного посягательства на их сына. А точно ли муж ненавидит ребенка своей жены? Многие матери после развода так зациклены на благополучии своих детей, что избирают совершенно уродливую позицию по отношению к остальному миру. Они придерживаются точки зрения, кто не с нами, тот против нас. Их дети всегда правы, просто потому, что они дети. Поэтому любое недовольство, явное или мнимое, поведением ребеночка воспринимается как вызов и оскорбление их священного материнства. Сына разведенная мать инстинктивно оберегать от любого мужского влияния, даже от влияния его родного папы, не говоря уж о влиянии чужого дядьки. Мать девочки может видеть в каждом встречном потенциального педофила. Поэтому любое замечание в адрес Дорого Чада воспринимается женщиной в штыки. Она сразу расправляет транспарант с надписью «Ты ему не отец» и идет в атаку. Услышав, что мать на его стороне, любой ребенок мигом перестроится и даже если поначалу новый муж матери был им принят нормально, то после подобного материнского демарша он начнет его игнорировать или даже провоцировать. Женщина важно понимать, что их муж хоть и не является родным отцом их детям от первого брака, имеет право, как новый член семьи, регулировать их поведение, проявлять интерес к их жизни и учебе, выражать свои пожелания относительно вопросов жизнедеятельности семьи. В любом случае семья не должна быть детоцентрической. Все ключевые вопросы должны решаться с максимальным учетом интересов и потребностей всех членов семьи. Что может быть замаскировано под внешними проявлениями ненависти? Неприязнь к предыдущему мужу своей жены. Здесь включается ревность, с которой зачастую трудно бороться. С этом случае лучше всего прибегнуть к помощи психолога. Ребенок – это не символ и не напоминание о том, что жена прежде имела сексуальные отношения с кем-то. Это «человек», личность, и относиться к нему надлежит соответствующе. Неприязнь к жене. Многие слышали поговорку о том, что пока мужчина любит женщину, он любит и ее детей. Это отчасти справедливо даже в отношении тех пар, где дети общие. Тем более это соответствует действительности там, где муж не является детям родным отцом. Кода чувства к жене угасает, ее дети начинают раздражать. Недовольство конкретным аспектам семейных отношений. Возможно, мужа раздражает определенный поступок пасынка или пачерицы. Либо на «детской почве» у него постоянно возникают стычки с женой. Необходимо рассматривать каждую конкретную ситуацию отдельно. Скрываемая ненависть к детям вообще. Это не лечится, не исправляет, не корректируется. Жить с таким человеком – это значит подвергать своих детей опасности. Неврологические или психическое заболевание. Муж в этом не виноват. Но и дети не виноваты. Им небезопасно проживать с неуравновешенным человеком, не отдающим отчета своим действиям и не могущим их контролировать в полной мере. Тактика поведения матери. Ключевое правило для разведенной матери, которая осталась с детьми и пытается наладить свою личную жизнь, найти баланс между интересами ребенка и интересами своего нового супруга, учитывая при этом свои собственные интересы. Иногда создается впечатление, что интересы ребенка и его право знать своего отца, видеться и общаться с ним – это какая-то призрачная условность. Матери в пылу своих обид, часто раздутых и надуманных, полностью обрывают детско-отцовскую связь. В моральном смысле – это преступление против детства и родительства. Отец должен знать о том, как относится к его детям новый избранник его бывшей жены. И мать обязана проинформировать бывшего супруга об этом, не скрывая ничего и не преувеличивая. Если папа активно общается с детьми, участвует в их жизни, приходит к ним домой, невзирая на присутствие постороннего мужчины, поддерживает ровные деловые отношения с бывшей женой, новый мамин муж десять раз подумает о том, как ему вести себя с этими детьми. Обидчики детей по натуре своей трусы. Они не захотят выяснять потом отношения с отцами этих детей, вступившимися за своих отпрысков. Поэтому задача матери – выстроить такие отношения с бывшим мужем, чтобы он всегда мог продемонстрировать своим детям поддержку и защиту. О любых проявлениях негативизма и ненависти к детям со стороны нового мужа нужно уведомлять отца, это в интересах детей, которые зачастую беззащитны перед взрослым чужим дядькой, к тому и агрессивно настроенным. Конечно, если бывший муж признает только один тип общения – пасть порву, моргал и выколю, то адекватной помощи от него не стоит ожидать. Тогда все зависит только от женщины. Со своим новым избранником ей нужно, образно говоря, сесть за стол переговоров и обсудить те вопросы, которые ее тревожат. Если женщина в глубине души понимает, что боится своего нового супруга или сожителя, ей нужно как можно быстрее порвать с ним отношения. В мире живут миллионы несчастных жен, попавших под власть домашнего тирана, страдающих и вынуждающих страдать своих детей, которых оскорбляют, унижают, избивают и даже насилуют. Если женщина в глубине души понимает, что боится своего нового супруга или сожителя, ей нужно как можно быстрее порвать с ним отношения. В мире живут миллионы несчастных жен, попавших под власть домашнего тирана, страдающих и вынуждающих страдать своих детей, которых оскорбляют, унижают, избивают и даже насилуют. Если женщина замечает неприязненное отношение к своим детям со стороны своего избранника еще на этапе свиданий, то недопустимо закрывать на это глаза и полагать, что все пройдет само собой, мужчина привыкнет к ее детям и переменит свое отношение к ним. В этом случае принцип «стерпится, слюбится» не работает, и это необходимо знать каждой матери. Нельзя, недопустимо, просто преступно жертвовать своими детьми ради нового мужчины. Вообще, мало кто способен принять чужих отпрысков, как своих. Поэтому неверно ожидать от нового мужа отеческой любви с пасынку или пачерицы. Но допускать неприязнь, ненависть, презрение к своим детям в корне неверно. Если матери становится известно, что ее супруг совершил в отношении ей детей преступление, то ее обязанность – сообщить об этом в полицию. Недопустимо покрывать его и оставлять безнаказанным. Последствия ненавистнического отношения мужа к ребенку жены от предыдущего брака. Если оставить ситуацию нерешенной, закрыть глаза на то, то муж ненавидит ребенка жены от предыдущего брака, высок риск потерять дочь или сына. Они в своей жизни пережили стресс, когда остались без родного отца. Теперь они лишаются матери в каком-то смысле. Мать предает их во имя устроенной личной жизни, во имя чужого мужчины. И пусть мать считает, что это не так, в глазах детей – это откровенное предательство. Сын вырастет с убеждением, что все женщины – изменницы и предательницы. Он не научится строить отношения на доверии, все время ожидая, что его променяют на кого-то другого. Создать крепкую семью и жить в ладу с женой ему будет довольно трудно. Дочь либо сформирует жертвенное отношение к мужчинам, то есть будет приносить им в жертву свои интересы и свою жизнь, либо станет мужененавистницей, поскольку именно из-за мужчин ей пришлось страдать в жизни, сначала от ухода отца, потом от притязаний и ненависти отчима. В любом случае полноценных здоровых сексуальных и семейных отношений с таким багажом из детства и юношества построить практически невозможно. По большому счету в неудавшихся судьбах таких детей проглядывает изрядная доля вины их матери.